Баня с парилкой для многих горожан – это не просто место, где можно помыться, а вид отдыха, где и тело попаришь, и душу в беседах согреешь. Поэтому обладатели квартир с удобствами целыми компаниями ближе к выходным запасаются веником. В городе действуют три муниципальные бани. Самая старая находится на гриве. Она построена еще в 1910 году. Но многие предпочитают именно эту парилку, потому что она отапливается только дровами. И ценители считают, что это придает особый аромат воздуху. Как и на гриве, баня в центре города работает только два дня в неделю. Некоторые душевые кабины пришлось закрыть, поскольку они не отвечают требованиям безопасности. Но уже в июле будет готов проект реконструкции этой бани. На сегодняшний день баня работает пятницу-субботу, но, к сожалению, в пятницу могут прийти только мужчины, а в субботу только женщины. Планируется, что после реконструкции в пятницу и в субботу смогут приходить и мужчины, и женщины. Также с семьями смогут люди приходить. Будет дополнительно сделан зал, где можно будет снимать для компаний. То есть приблизительно человек 30, где будет баня, джакузи и зал для отдыха. Стоимость одного посещения 4 евро 37 центов. Но при этом окупают расходы на обслуживание пока только самое новое и самое популярное у горожан муниципальная баня на новом строении. Здесь любят попариться и чайку попить в уютном уголке. Кстати, именно сюда ежемесячно более сотни посетителей приходят с талонами управления социальных дел. В этом году социальная служба выдала почти 800 талонов на посещение бани. Это четыре категории людей. Это инвалиды, одинокопроживающие или одинокопроживающие политрепрессированные персоны с условием, что они проживают либо в частном дому, либо в квартире, где нет ванны. Вторая категория – это пенсионеры, которые превышают 70 лет с теми же условиями, как уже говорил. Третья категория у нас – пенсионеры, которые старше 80 лет. Но на них относится только одно условие, значит, что их доход не превышает государственную минимальную зарплату. Но мы не обращаем уже внимания на то, есть ванны или нет у них. И четвертая категория – это многодетные семьи, которые, опять-таки, проживают либо в частном доме, либо в квартире, где они не имеют ванны. Кстати, у самоуправления были намерения подготовить проекты и конструкции бань за счет европейских фондов. Но в структурах Евросоюза не очень понимают, что это за заведение и зачем люди хлещут себя вениками в клубах пар. А у нас по-прежнему считают – в бане помылся, заново родился.